В ноль часов встал, в ноль одну загрузил, поехал дальше. Да ты чего? Мне ничего не остается, если я тебе заплачу. Александр Николаевич, прекращай под нас, про женческие настроения. А как это? Уже забыли эти разговоры, а ты поднимаешь. Мы говорим о том, что делать, а ты... Вот у нас как получается. Я хочу, чтобы профессора наши работали. В этом смысле. Я литически, я литически. Васильевич, на следующий ЮКР ключ Рожковый привезет. Но проработать будет интересно. А, там есть новые консультанты с ним. Вот так вот, да? По реальному содержанию заработные платы. Николай Викторович, в общем-то, начал этот вопрос, что вот в полдоговора включается пункт, значит, о достижении стоимости на основании, значит, концепции развития. Значит, и администрация говорит, что он перевернёт. Правильно? Я правильно понял тебя? Правильно. Значит, на моём родном предприятии, проект коллективного договора, значит, на основании концепции мы сделали график по годовой до 2020 года, на сколько должна получаться заработная плата. Значит, ну, что в правкоме пришлось бодаться очень серьёзно из-за этого, что там у нас экономисты в правкоме тоже были, они это всё вот на отторжении, нет, 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 ладно, что, в правком прошли. Зам. директора по экономике. Он говорит, ты мне дай деньги, я тебе заплачу. Вообще ответственность по всем нормам за исполнение коллективного договора держит на администрации. И во время переговоров, значит, зам. директора по экономике и позвал директора, ну, через стенку вот так вот, переговоры были. Директор тоже, значит, крик. Ну, милый, ну, всё же просто. У тебя есть график. Насколько у тебя фонд заработной платы должен вырастать за год? Настолько закладывать договора на продукцию, которую вы получили фонду заработной платы. Всё, всё просто как будет. Вот тебе руководство действует, работай. Подразить-то нечего. А когда записываются в общем виде, будут достигнуть там коэффициента такого-то. Это неправильно. Им надо давать указания. Ребята, делайте вот так. Это очень продуктивно. Вот. По поводу того, что должны быть, для того, чтобы проводить такие вещи, должны быть смелые председатели. Но должны быть не смелые председатели, а должны быть действенные организации. Какой бы смелый председатель ни был, если у него за спиной пустота, он не повезет. Если у него за спиной серьёзная подпорка, как у докеров. У докеров вообще, вот я считаю, высший пилотаж у них, когда они остановили порт на одну минуту, это вообще изумительно. И по опыту нашему у нас, ну, чтобы у нас и забастовок было точно. Страшна им не забастовка администрации. Страшна угроза забастовки. Вот когда над ними висишь постоянно, вот это им страшно. Вот, 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 вот сейчас сорвётся. Ну, у каждого человека такое ожидание, это всегда тяжело. Ждать и гонять. Вот. И вот высший пилотаж, я считаю, одна минута. Вот они как показали, говорят, порт в ноль часов встал, в ноль одну загрузил, поехал дальше. И администрация сдалась. То есть вот порт. Когда такая подпорка у председателя за спиной, он может что угодно делать. В пределах действующего законодательства неразумного. То есть разумные, понятия совершенно различные. Когда мы разумные с нашей точки зрения предлагаем администрации, да ты чего, мне ничего не остаётся, если я тебе заплачу. Для них это неразумно. Вот поэтому в пределах действующего законодательства. Законодательство многое позволяет, его надо просто чётко использовать. Ещё один момент. Александр Владимирович тут так обозначил немножко, что была одна программа государственная, мы забыли, другая программа государственная, мы забыли, там концепции тоже вроде как отодлинули. Мы не должны ничего забывать. Потому что в этих программах прописаны очень интересные вещи. Их никто не отменял. Они вроде как действуют, но их не исполняют. Вот на основании совершенно справедливо. Рост заработной платы в соответствии с концепцией 2020. Будьте добры вот такими этапами поднимать заработную плату. А что возразить может администрация Ищенко? Ничего не может возразить. Тем более вот те графики, мы тебе даже рассказали, как это делать, чтобы ты не плакал. Но говорю, это возможно только в одном случае. Когда есть организация, которая защитит тех, кто ведёт даже переговоры, даже не предсудательность. А вот переговор идёт по ползаговору. Есть организация, которая поддержит. Прошёл по цехам после заседания очередного. Рассказал. Люди высказали своё мнение. Если это мнение весомое, если это организованное мнение, то администрации и нацелеку. Им приходится пятиться. Во всяком случае, мой опыт говорит, что ни разу не выносился коллективный договор на конференцию, пока не уложены все вопросы по касательным пунктам коллективного договора. Вот это вот очень важно. И реальное содержание заработной платы. Кстати, вот, на мой взгляд, неправильная формулировка, которые говорят, сократить рабочее время с сохранением заработной платы, без снижения заработной платы. Потому что сохранять нам не надо, нам надо её повышать. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Значит, предлагается проект постановления Российского комитета рабочих о расширении борьбы за обеспечение и повышение уровня реального содержания заработной платы. Сначала я зачитаю на предмет принятия за основу. Российский комитет рабочих. Заслужив, обсудив доклад докера-механизатора ЗАО «Первый контейнерный терминал» А.В. Ханина, констатирует, что имеющийся опыт борьбы за обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы полностью соответствует статье 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации. И что, следовательно, борьба эта является не только обоснованной и справедливой, но и законной. Соответственно, попытки работодателей уклониться от выполнения указанных законодательных норм должны рассматриваться как противозаконные, и с ними должна вестись борьба всеми имеющимися законными средствами, включая такие формы коллективных действий, как работа по правилам, выполнение норм на 101%, исключение сверхурочных работ и работ в выходные дни, работа только на исправные техники, найдите нам такую, установление в коллективных договорах ежегодной нормы превышения роста номинальной зарплаты над уровнем инфляции, коллективные переговоры и коллективно-трудовые споры, включая предоставленные Конституцией РФ и Трудовым кодексом право на забастовки. Успех этой борьбы зависит от ее широты и массовости, поэтому борьба за повышение уровня реального содержания заработной платы должна стать делом каждой профсоюзной организации и каждого коллектива работников. Решение этой задачи позволит также ускорить социально-экономическое развитие России, поскольку борьба работников за повышение зарплаты заставит работодателей заботиться о техническом прогрессе и повышении на этой основе производительности труда. Вот такой проект. Товарищи, предлагается данный проект восстановления принять за основу. Прошу голосовать, кто за. Против. Вы сдержались. Вы сдержались. Помогите, мы сегодня огромнего дня. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова